Добрый день! Сегодня 28 августа 2024 года. Я читаю письмо от 24-го. Девочка пишет письмо из Финляндии. Она хотела проконсультироваться по этому письму и разрешила мне его прочесть. Но сегодня я открыла от неё ответ по поводу нашего разговора. Она сказала, Гали, я начала слушать твои ролики и кое-что уже отремонтировала. То есть, да, я сама буду пока разбираться, а какие вопросы возникнут, мы потом поговорим. Вот и я о том же, мои дорогие. Вы открываете какой-то плейлист, который вам больше всего импонирует. Слушайте, делайте для себя выводы и работайте в этом направлении. Во всяком случае, если это будет в письме описано, я скажу про ту ситуацию, которую она мне сегодня озвучила. Итак, Галина, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие слушатели и зрительницы. У нас такие тоже есть. Пишу вам из ещё тёплой Финляндии. А у нас вот жара снова пришла. Такая неделька была хорошая, прошедшая. А вчера прям жарко-жарко. Сегодня даже я не посмотрела, какая будет погода. Но я почти дома и руки-ноги завтра буду с новым маникюром. Мне 31 год. Ещё никогда не была замужем. Живу уже 4 года в Финляндии. Приехала сюда к бойфренду. Жить там хорошо, спокойно. Мне всё нравится. Два месяца назад он сделал мне предложение выйти замуж. Как я за вас рада. Пожили какое-то время. Определили, что это тот человек. И добро пожаловать в семейную жизнь. Надеюсь, у вас всё будет очень хорошо. Через неделю после этого к нам в гости приехали мои родные. У нас с ними хорошие душевные отношения. Они были у нас 6 недель. И первые недели я постоянно была в какой-то тревоге. Потому что то мой френду что-то не нравилось. Например, даже как родители ставят ручку в душ и в другую сторону. Не так, как он привык. Или ножи на кухне. Ребята, вот это мелочи. Вот это мелочи, про которые мы с вами говорили буквально недавно. И про которые я хочу ещё раз заострить внимание. Вот поставили душ не так, как вам надо. Ребята, это одна секунда повернул так, как надо вам. И мойтесь в своё удовольствие. Если вы из-за этого начнёте нервничать, вы рассчитаетесь за это здоровьем. Вы сократите свою жизнь на несколько дней. Оно вам надо. Пожалуйста, не нервничайте по пустякам. Ножи на кухне положили не так. Первый раз найдёте, куда положили. А себе скажете, что они скоро уедут, и я переложу эти ножи так, как надо. А если уже точно хотите, чтобы было как у вас, жену пригласите и сказать, лобонечка, объясни родителям, что я хочу, чтобы вот этот нож всегда лежал вот здесь. И всё. И не из-за чего психовать. Мама всё время хотела мне помочь с уборкой в доме. И когда, например, убрала пыль со стола, то пришёл бойфренд и провёл пальцем. И показал, что там ещё есть пыль. Со мной так себя не ведёт. Лапочка, вам 31. Значит, маме всяко больше 50. Неизвестно, какое у неё зрение. И неизвестно, видела ли она эту пыль или нет. Она старается помочь. И вы мужчине говорите, она очень старается. Хорошо, что ты увидела эту пыль, я её протру сама. И всё. И нет проблемы для конфликта. У меня, кстати, я, наверное, уже год прожила с Лерри, когда я впервые увидела сама, он мне не сказал. Я его приучаю тоже всё обговаривать. Он мне не сказал. Но я увидела после того, как я закончила тут готовку на кухне, я после себя убираю. То есть после еды он моет посуду. Тут заведено так. Женщина готовила, мужчина убирает посуду, моет и всё протирает. Но когда я готовлю, я сама протираю за собой всё. И всё споласкиваю, по местам сразу расставляю. И я захожу, а он сбрызгивает вот эти наши мраморные поверхности и протирает бумажным полотенцем, чтобы всё было идеально. Ребят, для того, чтобы увидеть, что остались какие-то разводы после того, что я просто тряпочкой протёрла, нужно было прям наклониться и так вот на свет посмотреть, а всё ли идеально. Ну, ему надо, чтобы было идеально. И он вот пошёл по этому пути. Он просто, ну чего ж, она же для меня готовит. Чего ж я буду здесь психовать? Он так себе объяснил, когда я его спросила. Он мне сказал, помните, я вам давала такое задание для тех, кто привыкает. Кстати, вот автор письма. Пока вы доберётесь до того ролика, я вам сейчас тут скажу. Попросите своего мужчину назвать три пункта, которые он хотел бы, чтобы вы исправили. Потому что это мешает вот вашей притирке. Только три. Их может быть 20, а может быть ни одного. И я не помню, в этот момент или в другой момент я у Ларии спросила, что назовёт. Галь, мне одно только в тебя не устраивает. Ты когда готовишь, ты мокрыми грязными руками хватаешься за дверцы, за холодильник. Мне потом приходится это протирать. Я говорю, что ж ты сразу не сказал? Он говорит, ну я себе объяснила, что готовит она для меня, но я уже протру. То есть он вот так вышел из этой ситуации. А для меня было бы проще, чтобы он сказал. То есть меня этим не обидишь. Кто-то бы он, наверное, обиделся. Но это ваш выбор, обижаться или нет. Я просто теперь, когда заканчиваю, тоже спреем и всё протёрну, и он видит, что я делаю так, как ему надо. Хотя меня устраивает просто протереть. Вот я там смотрю, прямо у нас всё ровненько. А там у нас ещё, кстати, тут же скажу, что, ребята, если вы вдруг сами строите дом или даже его обновляете, сейчас же модно, чтобы вот мраморные были столешники везде на кухне и в ваннах, никогда не ставьте чёрные. У меня у дочери, ну они купили такой, в моей ванной был чёрный мрамор. Каждую цариночку видно, каждое пятнышко. Божечки мои родные. Уже вы про это знаете. Уже по своей воле такой цвет не выбирайте. А у нас там были тоже светленькие с блёстками, а здесь вообще разводы такие. Я вам показывала, когда дом, я показывала, какой тут хороший материал сделан, шикарный. То есть вот такие нюансы могут, оказывается, жизнь испортить. Мама обижается. Маму тоже надо сказать, мам, не обижайся. Он никогда, может быть, не жил с взрослыми людьми. То есть он вас и меня принял в своём доме. А у нас, как известно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. То есть если ему хочется, чтобы вот это было сделано так, давай мы будем так делать. Чё на него обижаться? Смотри, как он за нами хорошо тут ухаживает. Первые годы она смотрела на Бойфреда очень положительно. А теперь говорит мне, что он мало тратит денег на меня, недостаточно мной опекается. И что он мог бы не обращать на мелочи, бытовые внимания, потому что они гости. Ещё и мои родители. И всё-таки высказывает. Им недовольство. Хотя родители со своей стороны говорят, что пытаются вести себя как мышки и никого не провоцировать. Маму можно понять, потому что, конечно, такое вот обращение, оно может обидеть. Но вам нужно мужчину научить. Я ей это написала в письме сразу же, и тут вам говорю. Мы к родителям только с благодарностью, потому что они родили для этого мужчину, вот эту девочку, и вырастили вот такой умницы, красавицы. Вот это ему надо объяснить. И она в сегодняшнем письме написала, что я ему проговорила то, что вы мне сказали. И он пообещал следить за тем, как он говорит. Он даже не подумал о том, что он обижает. Видите? Обязательно обговаривать. Сегодня девочка какая-то написала, она, по-моему, из Германии. И по поводу вот француза, который у нас в последнем письме прозвучал, она говорит, да вы в Германии все так живет. Чего вы уже привыкаете к этому? И вообще Галинины советы тут нисколько не подходят. Может быть, относительно оплаты биллов, они не подходят. Это в каждой стране. Мы смотрим, как получается, и все это обсуждаем. Но относительно обговаривать это подходит под все страны. Как вы узнаете, что мужчина ждет от вас, что вы будете ему помогать, белые? Или как мужчина узнает, что он обижает маму, когда показывает на то, что здесь пыль? Он думает, что он сделал хорошо, он заметил, что в доме какие-то непорядки, давайте все это быстренько протрем и будет у нас идеально. А оказалось, что он обидел маму. Я думаю, что он просто никогда со взрослыми не жил. Они же очень рано вылетают из гнезда и строят свою самостоятельную жизнь. Даже когда они живут как румейты, у них у каждого своя территория. Она общая, они собираются, и там правила для всех одинаковые. Тут тоже эти правила вот так вот провозглашает. Лучше все-все сразу. Ты не обижай мою маму, пожалуйста. Столько к ней с благодарностью. По поводу того, что пытаются вести, как мышки, никого не провоцировать, не есть правила. потому что ваши гости должны вести себя естественно, не стараться быть мышками. А для этого нужно создать вот такую атмосферу в семье, что если даже мама и папа вы сделаете что-то неправильно, это никакая не проблема. Мы вам расскажем, как мы хотим, чтобы вы делали. И вы просто это тоже без обид принимайте. Потому что, ну, конфликт не из-за чего. Вот просто не из-за чего. И по поводу того, что он мало на меня тратит денег. Если мама считает, что мужчина тратит денег на ее дочь мало, пусть тратит на дочь сама. Вот это сразу всех отрезвляет. То есть в свое время мой ребенок очень долго не имела детей. И все к ней приставали с вопросом. А когда ты ратишь нам внуков? Или а когда ты будешь рожать? Я сказала, попроси у них весь список прилагаемых благ. Как они тебе с этим ребенком будут помогать? И самое главное, сколько они тебе ежемесячно или еженедельно будут давать денег для того, чтобы ты могла не работать, а ухаживать за этим ребенком. А никому не хочется ничего давать. А вот заметить, что другой человек недостаточно моего ребенка балует, хочется заметить. Не надо маму считать, сколько он на меня тратит. Я здесь живу 4 года, я зарабатываю сама, и если мне что-то надо, я куплю. Но раз я не покупаю, значит того, что он на меня тратит, достаточно останавливайте. Маму не надо, чтобы она критиковала вашего мужчину. И никого не провоцировать. Еще мама говорит, что у него неправильное окружение. Друзья пьют алкоголь. У него папа умер от алкоголя. В одну ночь он пришел домой и был в туалете. Наверное, упал в туалете от алкоголя. Но такое у него было впервые. И родители это слышали. Теперь мама спрашивает, есть ли у него проблемы с алкоголем. Ребята, вот я не знаю, как там в вашей стране, а у нас принято. Когда едешь в ресторан, обязательно берешь напиточек. И каждую пятницу и субботу за ужином тоже во многих семьях выпивают. Не во всех. Вот у меня с Жениной стороны практически никто не выпивал, кроме молодежи. Даже когда мы вместе собирались. Но то количество алкоголя, которое выпивает здесь, здесь и то количество, которое выпивает в России, оно несравнимо. Я думаю, что можно, наверное, данные найти. Но вы вот видите, вот у меня на стене куча бутылок. Вот здесь только же они не вошли. И за мной вот так. Ага, вон там, ниже. И вон там у нас лежат бутылки. Это вовсе не значит, что мы сегодня возьмемся из-за всех этих бутылок выпьем. Это значит только одно, что на случай, когда к нам кто-то пришел, все, что они пожелают, у нас есть. Вот большинство бутылок не открыты даже. Но если кто-то это захочет, оно у нас есть. Причем Лерри дома вообще практически не пьет. Очень редко. Очень редко. И поэтому, когда мы ездим к друзьям, я ему разрешаю, выпей столько, сколько хочешь, я тебя увезу домой. И он один раз, кстати, даже он прямо чувствовался, что он выпил так, что эффект был. Обычно нет этого эффекта, потому что они на стакан или на фужер или на кружку, в зависимости от того, какой напиток делают, они там один шот алкоголя добавляют. То есть шот, наверное, грамм 30. То есть если 200-граммовая кружка или стакан, или фужер, то это там получается у нас даже седьмая примерно часть алкоголя, остальное другие напитки. Они пьяными не бывают. Есть люди, которые любят крепкие напитки, но таких единиц. Вот в моей жизни таких не было. Нет, был муж моей подруги, он пил тихилу. Но он был алкоголиком на самом деле. Она говорила, что он в 11 часов каждый день был уже пьян. Это ужас. Вот это ужас. Если мама не видит вашего бойфренда, нет, жениха уже теперь, он же сделал предложение, вашего жениха выпившим, то то, что у него отец напился и упал, это вовсе не значит, что у них в семье были алкоголики. Это значит, напился и упал. И все, больше ничего. Он, может быть, потому и упал, что он не умеет быть пьяным. Я бы вот такие, скорее всего, выводы делала. Я на эти вещи раньше не обращала внимания, так как мне казалось, у нас все хорошо. Вот и пусть вам дальше кажется, что все хорошо. И даже не кажется, а будьте уверены, что все хорошо. А мамочку, когда она берется выискивать, какие же причины, какие же недостатки можно найти в моем будущем зяте, чтобы дочери жизнь отравить? Вы этого ей не позволяете. Вы говорите, мамочка, ты стараешься посеять во мне зерна сомнения. А я не хочу сомневаться о своем мужчине. Я здесь уже 4 года. Я с ним уже 4 года. И мы, прожив эти годы, решили, что будем жениться, потому что мы очень хорошо друг к другу подходим. И ты, пожалуйста, не старайся это разрушить, потому что у меня тогда к тебе создается такое отношение, что, может быть, чем-то с тобой делиться не надо. А мне хочется, чтобы у нас с тобой отношения мама-дочка оставались очень доверительными. Проговорите ей это. Мне казалось, что у нас все хорошо. Я не сказала еще маме, что он мне сделал предложение, так как у нас с ней был разговор. Она сказала, что если он когда-то сделает предложение, чтобы я хорошенько подумала и увидела его злые стороны. Мамочка моя дорогая, вы должны радоваться за своего ребенка. 31 год. Она с 27 лет ждала этого предложения. И ваша критика мужчины даже вот для нее смазала этот праздник. Она должна была бегом к маме бежать и говорить, мамочка, смотри, мне сделали предложение, ура-ра, я замуж выхожу. Она так чувствует, что мама, наверное, этому не обрадуется, потому что она какие-то злые стороны в моем избраннике нашла и рекомендует мне замуж не выходить, потому как очень хорошо подумать, это как раз про это. Не выходи, доча, за него замуж. Он денег на тебя мало тратит, и он пыль меня заставляет стирать. Мамочки, уймитесь. Я прям сегодня отказала во взаимности одной даме, потому что у нее дочь живет здесь. Она живет с молодым человеком и тоже, по-моему, получила уже предложение. И мама хочет, чтобы я с мамой поговорила и проговорила ей, какие тут могут быть неприятности. Я сказала, давайте с дочечкой втроем выходить. Если у нее есть какие-то сомнения или вопросы, она их озвучит, я на них буду отвечать, вы будете присутствовать. Мама говорит, нет, дочь не хочет идти, потому что у нее все нормально. Это у меня ненормально. Ребята, живите своей жизнью, наслаждайтесь каждой минутой своей жизни. Наши дети сами выбирают своих избранников, сами строят с ними отношения. И даже если этот человек настолько нам неприятен, вот смотреть не могу на него. Улыбайтесь и ничего плохого про него не говорите. Он вот такой. Его выбрал ваш ребенок. Ваш ребенок с ним будет жить. Не вы. А ваше дело приезжать в гости и радоваться, что у ребеночка все хорошо. Хорошенько подумала и увидела его злые стороны. Теперь я начала об этом много думать. И не знаю, хорошей ли идеей выходить замуж. Как определиться? Лапуля, это вы выходите замуж, а не ваша мама. До того, как мама начала искать в нем эти злые стороны, вы в нем не сомневались. И вам казалось, вернее, вы были уверены, что у вас все хорошо. Маму останавливайте. Мама, вот моего мужа, моего жениха критиковать не надо. Пожалуйста, не критикуй. Если ты захочешь, чтобы я что-то в нем исправила, то ты мне можешь сказать, но без критики. Я буду думать, стоит это ремонтировать или нет. Потому что мы жили с этим 4 года, меня это не беспокоило. Если это тебя беспокоит, язык прикуси, мне мама так показывала, когда я лишнего болтала. И помалкивай. Это мой избранник. С родителями я хорошая девочка и не люблю делать конфликт. А не надо конфликтовать, нужно просто человека останавливать. Вот этого мне не говорите. Но также не хочу провоцировать мужчину и говорить ему, что моим родителям что-то не понравилось и что он вел себя как-то не так. Очень вежливо, без надрыва, спокойно, говорит Лапунечка, не обижай их. Не обижай. Хочу еще дописать дополнение. Очень хорошо, что дописали дополнение. Читаем. Я украинка, но уже 10 лет не живу в Украине. Родители как раз из Украины ко мне приезжали. Как хорошо, что они у вас погрелись. В чем было еще в Финляндии. Мой финн очень поддерживающий Украину и помогает даже в своей профессии. Для меня это большой плюс. Да-да-да, как я рада, что человек поддерживает Украину, так же, как и многие-многие русскоговорящие, я так скажу. Если речь о финансах, то все расходы по дому на нем. Кредиты на таунхаус и машину. Я тоже плачу иногда за продукты, если хочу себе что-то купить. Вот и молодец. Мы, когда зарабатываем, мы вообще в кошелек мужчине не нацеливаемся сильно. То, что я учу вас обговорить с мужчиной, сколько он вам будет давать на карманные расходы, это на тот период времени, когда вы адаптируетесь и когда вы сами не зарабатываете. Чтобы не просить у мужчины, дай мне на помаду, дай мне на бюстгальтер. Не надо. Ты мне даешь, я сама распоряжаюсь. Девочками в кафе посидеть, или что-то купить себе, или что-то в дом купить. Но когда мы начали зарабатывать, то уже все. Мужчина делает нам подарок и достаточно. Он вот это все оплачивает. Я жила одна 10 месяцев. После того, как Джеймс ушел, я узнала, сколько это стоит. Вот мне в дешевом штате содержание, вернее, проплаты все обходились в 500 долларов. Теперь я эти 500 долларов не плачу, все оплачивает мужчина. Я даже не знаю, дороже здесь жить, не дороже. Это не мои заботы. Но уже что-то купить-то себе. Я же могу сама. И вы можете. И маме также говорить. Мам, я работаю. У меня на все есть. Я могу и себе все, что захочу купить, и продукты могу купить. Это нормально. Он все остальное проплачивает. Иногда его прошу купить, например, в куртку, сапоги. Но не научилась все время хорошо себя чувствовать, когда прошу. И не надо учиться. Если вы уже зарабатываете, то и покупайте себе все, что хотите. Он же не просит вас биллы оплачивать. Я зарабатываю из дома. Мой заработок в 4 раза меньше, чем у мужчины. Он сам проявил инициативу, чтобы я иногда платила за продукты. Я согласилась. Наши расходы, это 90% на нем и 10% на мне. Вот это маме огласите, пожалуйста. Мама, если ты считаешь, что он мало на меня тратится, я тебе хочу сказать, что вот это все 90% оплачивает мужчина. А я вот это вот маленькая. Мне мама жутко повезла с этим человеком. Пусть мама вас услышит. Но когда мы путешествуем, я часто плачу за отели. Внутри какое-то состояние. Но я же тоже зарабатываю, а он же за дом платит. И коммунальные. У меня тоже бывает, что я плачу за отели. Особенно сейчас. Вот в этом моем бизнесе у нас же очки. У него и у меня. И вот в прошлом году я свои очки потратила, когда мы ездили в Вегас. Но у него накопилось много. Вот мы в Вегас взяли Теннесси. И еще у нас есть один отель. Еще просто не выбрали месяц, и куда поедем. Это с его очков. То есть нам бесплатные практически получаются отели. Раз вы любите путешествовать, постучитесь мне. Мы с вами поговорим. Я вас научу. Либо очень с большими скидками путешествовать, либо даже бесплатно, как это получилось у меня. У нас получилось бесплатно. Это вообще никакие небольшие проблемы. Все это можно отфиксировать, и вы тогда будете еще радоваться, что мы едем бесплатно. И мы едем вот за такую маленькую денежку. Меня вчера подруга порадовала. Она сомневалась в том, что чего же она сама накапливает на свой отпуск. У нее не бесплатный отпуск. Получается, она на него накапливает. И они приехали в Форт Лаудердейл, и ее сын посчитал. Они сэкономили 1200 долларов. Живут в шикарном пятизвездочном отеле. В первой линии все шикарно, наслаждаются только жизнью. И вот столько сэкономили. Сразу все становится понятно. И я за нее порадовалась, потому что она сомневалась. Надо ей, не надо это. Мне некогда ездить так много. Поедите с семьей один раз, и второй раз, и третий. Можно недалеко от дома, просто на выходные выехать и побыть, когда это получается уже просто бесплатно. Мы поехали на три дня вместе с родителями в Таллин. И мама увидела, что это я заплатила за отель. «Какая беда, доча, как ты можешь? Ты же с мужчиной. Чего же ты за отель-то платишь?» Она не поняла, что и они тоже едут. Вы бы ему просто сказали, «Мам, если бы мы вдвоем поехали, я бы ему сказала плати, а мы едем кучей. Я хочу вас прокатить». Она искусственно использует ситуации для того, чтобы настроить вас против мужчины. Она может несознательно это делать. Она может быть просто, вот, ну как, это же мой ребенок. Даже если ему 31 год, что это кто-то на нее тут право имеет? Это он мой. Может быть, просто вот из-за этого, из-за родительского эгоизма. Но вы ее останавливаете. Не давайте ей разрушать вашу семью. Он платил за рестораны и билеты на паром. Да. То есть ваш отель, может быть, еще и дешевле обошелся, чем в ресторанах-то покушать такой большой толпой. Потратились на поездку пополовине. Вот и замечательно. Половину вы отдали, половину он. Но вы-то ездили не вдвоем даже. И еще, когда родители были у нас, то я все-таки платила за продукты. То есть мама это увидела и говорит, что он на мне экономит. Мама, я платила за продукты больше сама, потому что знаю его бюджет. И знаю, что на двоих нам все точно хватает. А раз нас здесь больше, то я решила ему помочь. Что плохого в том, что будущая жена помогает мужчине оплатить расходы на еду. Ее родители. Вам что в этом плохого? Вы мои золотушечки. Я для вас куплю все, что вы захотите. Буду вас кормить так, как вы захотите. В этой всей ситуации я не могу понять, как найти ответ, быть ли с этим мужчиной или нет. Откуда такой вопрос родился? У вас все замечательно. Мужчина 90% всего оплачивает. Я думаю, даже эти 10% он даже не потому, что не может или не хочет на вас водрузил, а для того, чтобы вы тоже знали, что он вообще-то дом, это расходы. Это вообще-то расходы. И даже 10% это уже какая-то сумма. Он большой молодец. Прислушиваться к маме или только к себе? Девочки мои, лапочки. Вы выбираете мужчину для себя. Мама свой выбор сделает, и я даже не знаю, насколько это был удачный выбор. Вы про отношения мамы и папы ничего не пишете, про детство ваше не пишете, пишете только про то, что мама вас жутко ревнует к этому мужчине и старается вот развалить эти отношения. Зачем, мамочка, ты это делаешь? Спросите ее. Мам, зачем ты это делаешь? Мы живем хорошо, у нас все есть. Так как не хочу сделать ошибку, а потом пожалеть о замужестве. Вы можете только маму расстроить, если станете еще счастливее. Благодарю за будущий ответ и можно ли записаться к вам на консультацию и имя. Мы решили, что консультация пока не нужна. Под письмо я поговорила вот подробно, оно через денек-другой выйдет. И все точки еще раз на две поставить. У вас нет никакой необходимости не доверять этому мужчине и очень прислушаться к ревнивой маме. Мама, у мамы просто ревность. Моя девочка, 31 год, а ее уже замуж зовут. Ужас какой-то. Подумай хорошенько, прежде чем соглашаться, у него есть злые стороны. Мамочки мои родные, как у вас язык-то поворачивается? Поберегите психику родного ребеночка и не разрушайте их счастье. У нее все хорошо. Она выбрала шикарного мужчину. А с вами была Галина Смит. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.